Здравствуйте, коллеги! Наш пресс-центр продолжает свою работу на выставке Retail Week. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Меня зовут Пусталов Роман. Я представляю компанию GFK, это исследовательская компания, которая занимается исследованием покупательского поведения и анализом рынка. В общем-то, я менеджер по развитию бизнеса в этой компании. Тогда вопрос, сразу вытекающий к вам. Скажите, как сильно изменился покупательский опыт и предпочтения за последнее время? Вы знаете, сейчас на самом деле рынок ритейла переживает не самые простые времена, потому что мы знаем, что у нас снижается уровень доходов нашего населения, но при этом стоит отметить, что покупатель стал более фрагментированным. Я об этом, в общем-то, я говорил в своей презентации. Мы вообще, в принципе, уже очень давно занимаемся исследованием покупательского поведения, и можно сказать, что покупатель за последние пять лет очень сильно изменился. Появились новые сегменты покупателей. Вот мы, к примеру, мы замечаем, что, к примеру, появился такой новый сегмент покупателей, как несемейный, и каждый из этих сегментов, в общем-то, демонстрирует различные типы поведения, что является, что может являться ключевым элементом выработки стратегии планирования ассортимента для производителей и ритейлеров, для того, чтобы удовлетворить вот этот специфический запрос от конечных потребителей. Правильно ли я понял, что непосредственно ваша работа, самое главное, вы, получается, говорите ритейлерам, производителям, кто главный потребитель всех их услуг, товаров и так далее, и говорите, что нужно делать непосредственно им, чтобы быть ему еще ближе? Ну, на самом деле, не совсем так. Мы говорим, что это за потребитель, какие у него ожидания, и какие ниши или какие потребности, возможно, которые не видит ни производитель, ни ритейлер, мы могли бы, в общем-то, покрыть. Вот хороший пример сегодня был в сессии, это пример рынка паштетов, к примеру. Этот рынок показывает достаточно стабильный рост, уже достаточно существенное время. Это в том числе, в общем-то, соотносится с запросом потребителя на ведение здорового образа жизни, но и также, в общем-то, на три основных ключевых потребности, которые мы наблюдаем в настоящее время. Это запросы на безопасность, на жизнь без сложностей и удобство потребления. Спасибо большое. Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями от выставки. Может быть, вы посещали нашу бизнес-часть, может, какие-то интересные спикеры вас заинтересовали. Может быть, вы были на стендах наших участников. Ну, вообще, я могу сказать, что ваша выставка, она всегда интересна и привлекает много и спикеров, и участников. Вообще, это очень хорошая дискуссионная площадка. Даже вот в нашей сегодня сессии достаточно жаркая дискуссия была по поводу того, как необходимо работать с конечным покупателем, какие подходы нужно в маркетинге использовать. В общем-то, эта площадка будет интересной, мне кажется, еще очень долгое время. Спасибо вам большое. Надеюсь, до встречи в следующем году на нашей выставке. Спасибо вам.